здравствуйте друзья у нас тут в студии гость гость такой как бы по бизнесу пришла резюме сделать это наша студентка зовут анечка откуда вы анечка всем привет поздороваться я сама из города тюмени из россии приехала год назад чуть больше года назад учимся муж чего делает муж пока обстраивается здесь пока уберли драйвер вождением потому что я слышал такую мульку что для того чтобы на убери быть водителем надо уже год стажа иметь водительского в сша нет такого а вы сколько уже в америке второй год то есть пошел как раз второй год пошел хорошо так а вы к нам как попали в школу ножками ножками но откуда вы знали что есть такое про школу знаю давно еще живя в россии когда готовили в принципе переезд про школу знаю наверно года три если не больше из форума говорим про то есть вы не не то что наш канал смотрите канал смотрю на канал пришла с форума говорим про и уже про школу узнавала узнавала вы фактически уже где-то заканчиваете до курс уже буквально до в пятницу у нас финал значит вы по образованию экономист и работали экономистом и вот что самое сложное у нас вот когда вы у нас учитесь для человека с экономическим образованием что 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 и что-то сложное реально сложное для меня нет не было ничего сложного для меня больше было сложно техническая лексика английская потому что у меня был английский язык но больше разговорные не технически а в целом нет все понятно все доступно главное учить откуда было английский английский получи из россии так как когда работал экономистом россии мы работали с рубежными учебными центрами и все контактировала с ними и это было переписка это не был разговорный язык но переписка была на английском языке учебными центра Это были учебные центры, мы посылали летчиков и бортпроводников на обучение. Я понял, то есть вы работали в авиационной компании и посылали людей за границу. Хорошо. Так вот, девичьим взором, если... У нас девчонки смотрят тоже. Девичьим взором. Как в Америке? Мальчики симпатичные есть? По улице ходишь, в школе у нас. Есть, конечно, симпатичные, везде есть. То есть не то, что вот так надо с собой везти? Нет, не обязательно. Но вы с собой привезли? Да. Или это он вас привезет? Если есть возможность с собой привезти, везите с собой, если нет, найдете здесь. То есть ничего страшного. В крайнем случае к нам в школу пусть приходят, правильно? У нас тут есть. Здесь много парней одиноких еще. Да вы что? Ну хороших хоть? Хорошие ребята. Такой вопрос. Вот практика, да? Вот вы сейчас потихонечку собираетесь на практику. В чем смысл практики с вашей точки зрения? Вот почему? У нас ведь каждый хочет на практику. Никто не говорит, пойду искать работу, на практику не пойду. Вот. Что студент видит в практике? Зачем она? Ну, скажу от себя. Я вижу в практике применение тех навыков, которые я здесь получаю в теории, чтобы я их могла применить на практике. Так. И научиться более глубже это все применять и уже на работе. Я гораздо буду выше, моя ценность будет выше, уже когда я пойду искать работу после практики. Тут один человек у нас есть, он правда в онлайновом классе учился. И вот он видео сделал, там висит, на ютюбе недавно появилось. И он говорит, что для него наш курс был неожиданным, потому что... Но он так говорит, что там две трети того, что мы учим, это вот как работу найти. И треть там уже само тестирование. Я не могу с ним, конечно, согласиться. У нас гораздо меньше того, как работу найти, хотя фокус есть. Вот. Вы тоже считаете, что у нас мало профессий, и все больше как работу найти? Вот с вашей колокольной. Нет, не соглашусь с этим мнением. Все-таки вы даете ту основу, ту базу техническую, исходя из которой можно уже дальше двигаться. Конечно, вы даете направление, как искать работу, и это очень ценно. Но это не значит, что весь курс посвящен только этому. Окей. Но есть такая красная линия проходит у нас, что мы не вообще учимся, а чтобы все-таки работать? Ну, фокус есть на то, чтобы как раз найти работу. То есть цель, чтобы мы быстро вошли, что называется, с черного хода войти в сферу и нашли работу. Вы знаете, что был в свое время такой фильм большевистский, назывался «Последний подвиг Камо». А Камо это был такой революционер. И там идет поезд, в стране гражданская война, бандиты налетают, там еще что-то. А он едет с чемоданом и везет бриллианты для финансирования большевистской фракции на Кавказе. И вот он едет, и там со всех сторон разные события происходят. Но одновременно в этом же вагоне, там где он сидит, эвакуируется из Петербурга публичный дом, эвакуируется в Турцию. Ну и там такой вагон общий, вот так они как-то там все. И бамперша этого дома, она мне чем-то меня напоминает немножко, потому что она все время их морально подбадривает. Знаете, она ходит, там девки сидят, она их морально подбадривает. И она так вот прохаживается и так покрикивает «Куда едем, девочки? В Константинополь едем!» И я так, когда смотрю на себя, что я «Куда едем, девочки? На работу едем!» Так что есть у нас такая веселуха. Ну все верно, мы все сюда приходим, чтобы устроиться на работу, а не для того, чтобы поучиться и дальше получать фан. Да, ну конечно, конечно. Ну что же, ладно, Анечка, мы вас пока отпускаем до момента каких-то свершений позитивных. Я думаю, ребята, которые вас видят, они понимают, что позитивные свершения на подходе. Потому что кто ж тогда еще, вот если не вы. Поэтому, в общем, ждем позитивных свершений и до встречи на нашем канале. А вы можете сделать им воздушный поцелуй? Умеете? Могу. Давайте. Пока. Пока-пока.